ребята всем салют и у нас 11 12 суббота декабря не знаю монтировать видео у меня там есть одно-два но что-то сейчас настроение нету монтажом заниматься не времени особо вот время чуть чуть выделилось мы с дашуней сегодня выбрались покататься на велосипедах вон наши стоят велосипедики и мы проехали сейчас где-то 8 километров и сказал да даже разглядывает картину я даже не сразу не сразу видел что это лицо вырезано вот бы сейчас туда на похоже на канарские острова кстати самуэль и кто это нарисовал и мама 4 классная или что не знаю такие у нас произвести здесь на детский садик да что так вот здесь у нас райончик такой видите преобладают высокая этажные дома такой средний класс здесь живет можно сказать здесь есть наверное социальные так называемые квартиры да для тех кто получает пособие по безработице и так далее так далее почему я сейчас к чему это рассказываю 20 лет назад где-то когда мы приехали в гирну мы приехали уже больше чем 20 лет но без самое первое время мы жили в общежитии для новоприезжих а потом мы получили нашу первую социальную квартиру мы получали пособие потому что пока язык туда-сюда не работали вообще в школу ходил 18 лет пошел в школу еще в последний класс сидел там старше всех был на три года по-моему еще и на второй год остался потому что языка не знал и так далее вот так вот даже 18 лет некоторые уже все отучились и там карьеру начали на у меня все с нуля произошло ну вот такая на иммиграция штука кого она не ломает того она делает сильнее обычно вот так вот да ну не об этом разговор опять же я хочу вам сказать почему мы в этом районе потому что мы в этом районе жили жили мыли я вот точно не помню сколько мы здесь жили года три-четыре я думаю точно мы здесь жили сейчас мы мы тут парке остановились сейчас мы перекусе я перекусил даже еще перед перекушивает перекусывает да и мы покажем вам домик где мы раньше жили на 13 этаже мы жили там помню 15 его не помню ну и в доме был в публика там жила не очень нет 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 мы же потом уехали в банамес район называется экингайм если кто меня смотрит из франкфурта не знаю кстати никто никогда мне не писал что из франкфурта кто-то из округи да вот именно что из франкфурта меня но я знаю родственники конечно смотрят там мои родители посмотри вот но мне интересно было из самоле в самого вот именно из франкфурта кто-то смотрит ли из какого района вот просто интересно да покажем вам домик проехали мы 8 километров на велосипедах в такую погоду просто обалденно ездить я вам скажу не жарко не холодно немножко полиции много сегодня в городе демонстрации против эпидемии и так далее их запретили но все равно люди понаехали вот так вот самая главная новость за теми кто следит тем кто следит это видео обязательно выложу сегодня завтра самое позднее то есть она очень актуально если вы посмотрите в ближайшие дни у тома нашего вроде бы все дела идут на поправочку его бинтуем раз в сутки возили моего ветеринар на ветеринарную клинику ранка у нас будет заживать там вот у нас идут тоже какие-то собачки снимаем пока вот в эту сторону или вот так мы поснимаем чтобы их не снимать не все любят когда их вот так вот снимают да что мы еще хотели сказать что завтра у нас будет наш бундес канцлерин госпожа меркель собирается со всеми президентами земель в германии сколько в германии земель нашу 16 земель в германии так называемая федеральная система правления и каждая земля наводит и решает о порядках на своих территориях за себя поэтому вот сейчас из-за этой эпидемии из-за карантинов в каждой земле по-разному да и люди некоторые этим пользуются например где-то если что закрыто начинают ездить в германии между собой вот между городами и так далее а это не очень хорошо потому что начинают заражать друг друга и завтра наверное ведут комендантский час и общие правила по всей германии вот так вот что я одобряю считаю что правильно да то что открывать закрывать постоянно зараженность пошла на убыль потом все открыли опять все вернулось да ребята это как-то несерьезно вот так вот ладно сейчас мы подожди воду не прячься тоже попью поедем в урну естественно вон там урна что у нас тут еще я кстати фанат большой вот такой вот серой погоды ребята что я в свое время мы жили в стране где очень много солнца и мы его вот так вот наелись и мне вот так вот самое лучшее да чуть-чуть влажно притемнено и все а так германия все страдают от нехватки солнца не знаю солнце это вообще вред очень много болезни есть из-за солнца этим слишком пренебрегать качель у нас здесь обалденная вот такая вот да уже поехали смотреть и потом домой уже а то сил не будет потом вот собственно этот дом где мы жили на тринадцатом этаже я думал поедем с дашей покажу и район гетто а тут все так прилично опять же повторюсь окраина франкфурта да вот эти два до дома они были прославлены на всю франку здесь постоянно какие-то были поножовщины дилеров каких-то брали и так далее а сейчас все очень стало прилично даже уже посчитал здесь 15 этажей потому что я не помню мы жили на 13 вот с этой стороны у всех выходят кухни одно окно с гостиной с другой с кухни здесь очень большие кухни в этом доме но минус этих домов тем что у них очень большая плата за коммунальные услуги так это называется за лифт мусор и так далее потому что большой дом большие расходы вот так вот и когда-то у нас нам это стало уже очень невыгодно моим родителям вот так вот и мы отсюда переехали сейчас обойдем со стороны балконов снимем подъезд мне тоже интересно но все очень прилично сюда мы один раз на новый год запускали ракету я здесь был с родителями наш и она как ударила стенку дома как отлетел нет все очень прилично посмотри какая хорошая площадочка парковка здесь была просто разбомблена раньше здесь мои родители чинили старенькую машинку нашу нашу сами как могли экономили на чем деньги вот здесь вот у нас выходил балкон здесь прошла моя юность германия 2000 годах начале 2000 начале нулевых так вроде это называется сейчас вполне приличный дом выглядит 13 этаж вот у нас был такой большой балкон дальше надо потом была спальня родителей шла до от балкона слева окна спальня родителей балкон выходил на гостиную и потом детская ну моя юношеская очень маленькая еще слева это уже другая квартира пошла вот так вот в ту сторону посередине 1 квартире потом еще это маленькие квартиры посередине дома потом угловые побольше тоже угловые я так понимаю большие посередине маленькие квартиры вот так вот подъезд из него шлагбаум сделали раньше к вам не было так вот полный порядок здесь так вот нет все очень выглядит прилично подъезд тоже просто обалденно выглядит сюда выходит лестничная площадка лестница 13 этажей когда был сломан лифт было очень интересно ходить 13 этажей пешком представляешь если люди которые плохо ходят вот так вот вообще ребята вот район да вот немножечко мы поснимали в парке вот сейчас мы находимся около дома здесь дороги да я вам скажу вот мы живем в центре я сюда попал как будто мы на каком-то курорте тишина оптички до нас такого нас постоянно движуха на субботу мы уехали нам было много полиции демонстрировать все время что-то в центре города а тут такая тишина мне бы пришлось провокать было скучно шли поближе посмотрим посмотрим по фамилиям кто здесь живет ребята в этом доме три одни иностранцы немец раз немец просто не двое смотри сколько здесь всего сколько ты видишь немецких фамилий два на сколько на десять ну скажем так очень мало да ладно дальше будет дальше считать фамилии здесь у них смотри электронное табло у них какое вызывать вызывать квартиры смотри потом звонишь но без камеры тут конечно кто-то постарался уже не туда мы звонить не хочу ладно ребята на этой нотке мы прекращаем наш репортаж из района где я жил 20 лет назад с лишним уже я очень приятно удивлен потому что здесь был действительно кстати ну можно еще вот снять быстренько где куда они мусор выкидывают там наверно закрыто нашу не а здесь за углом потому что по туалету и по мусорным местам можно всегда на голову ничего не бросили а у меня каска велосипедная посмотрите как здесь какой здесь порядок это вот для мебельного мусора такая вот здесь вот комнатушка на хозяйственного не знаю как это называется ничего не валялось посмотри чтобы не шкафы ничего не валялось даже у нас в центре города такого нету но проблема в том что несколько нету не столько места в центре города а тут мусорная такая штуковина 17 немецких фамилий а сколько других 100 наверно до всего сюда же посчитала 17 фамилий там тут наверно всего 100 квартир кто еще и самаре это непонятно да ну очень чисто я считаю в общем все хорошо вот я думаю что этот дом также остался социальным в основном если не полностью сейчас примерно увидели кто смотрится за границы как живут те кто не имеют постоянного заработка да вместо даже можно иметь кстати машину тем кто на социальной помощи вам плачивать квартиру коммунальные услуги дают чуть-чуть на еду и можете даже иметь машинку если она вам нужна для работы скажем вы можете дорабатывать сколько-то денег если у вас не хватает на жизнь то вам доплачивают вот так вот ладно ребята всем здоровья удачи нам сейчас 9 километров или сколько 8 пилить до дома вот так вот и потом мы будем есть бергеры да все вот так вот до новых встреч пока кстати если не увидимся больше всем хороших праздников рождества и нового года и так далее и не унывайте самое главное чтобы был мир на земле да все что происходит так это сейчас ерунда все пока Субтитры сделал DimaTorzok